Привет! Нелегко не секрет, что то-то суперсложная игра, в которой куча нюансов и тонкостей, и люди часто не в состоянии собрать нормальный айтем билд, чтобы он был эффективный и подходил под ситуацию. Если в прошлый раз мы сравнивали грипнир и мьольнер, то сейчас мы в общем сравним 3 часто покупаемые ДПС айтема, разберемся в их преимуществах, также мы обсудим что и в каких ситуациях показывает себя лучше. Короче, погнали. Дайдалус. Дает нам 88 к урону, и все. Пассивка, которая с 30% шансом позволяет нанести 225 физического урона. Проблема Дайдалуса. Самая большая проблема Дайдалуса это то, что это сугубо ДПС айтем, который ничего не дает кроме урона. Да и то, решает он лишь одну составляющую такого показателя как ДПС, а именно дает он только урон. Но как мы все знаем, ДПС расшифровывается как Damage Per Second, то есть урон в секунду. Имея много урона, но не имея высокой скорости атаки, вы не сможете выдавать внушающие показатели ДПС. Очевидно, что эти параметры взаимосвязаны, но есть еще один важный параметр. Это аптайм. Если персонаж имеет высокую скорость атаки и высокий урон, но не имеет возможности бить героев, то ДПС падает или может равняться и вовсе в нулю. Теперь более детально. Аптайм. Это время, за которое вы можете бить персонажа. Для примера возьмем Войда, Легионку или Тролля. Все эти персонажи имеют запредельный аптайм. Например, Тролль бьет персонажа, потом прокает сетка, потом еще, еще и еще. И вот ваш аптайм запредельный. Вот играете на Легионке, вы даете дуэль, и ваш аптайм на довольно большое время в рамках доты становится запредельным. Ну собственно, с Войдом так же. Вы ставите купол и можете бить цель. Теперь разберем пример не самого высокого аптайма. Возьмем того же Тролля с невыкачанной сеткой. Все то время, пока вы пытаетесь догнать и ударить персонажа, он тратит драгоценное время на то, чтобы догнать противника, из-за чего теряется ДПС. Но как только вы выкачиваете первый спал максимум, сразу после первой шей сетки вы будете держать противника вечно в ней. Из-за чего вы сможете бесконечно его бить. Равно вы сможете реализовать в полной мере Дейдалус, МКБ или любой другой ДПС айтем. Теперь, когда вы поняли, в чем проблема самого айтема как Дейдалус, и поняли, что такое аптайм, и как он важен, перейдем к лучшим героям для Дейдалуса. Легионка. Этот персонаж не ловкач и не может похвастаться о высокой скорости атаки, но ему это и не нужно, ведь половина всего дамеджа будет идти от вашей пассивки, из-за чего компенсируется нехватка в атак спиде, которая нужна, чтобы нормально реализовать Дейдалус. Также вы силовик, из-за чего имеете высокую прибавку в хп, поэтому вам не нужно заботиться о своей выживаемости, что тоже плюс, ведь Дейдалус не дает никаких статов, из-за чего вам придется компенсировать этот недостаток другими предметами. Также вы покупаете кирасу, что опять же хорошо саннергирует с Дейдалусом, потому что вы снижаете брудню противника и вы получаете атак спид. Ну и самое главное, у вас есть дуэль, что позволяет вам беспрепятственно бить героя. Ну и конечно же, после выигрыша дуэли вы получаете еще больше урода, что по кругу усиляет каждый элемент этой цепи, поэтому этот айтем идеально заходит. Войд. Тут уже все просто, у вас есть купол и баш, так еще и замедление со второго спела, что позволит вам беспрепятственно бить цель. Так еще у вас есть все нормально со скоростью атаки, из-за того, что вы ловкач, имеете талант на скорость атаки в куполе, так еще и покупаете мюльнер. К тому же, из-за того, что способности у вас нацелены на контроль, вам нужно откуда-то брать ДПС, собственно, в свой купол и под башек, поэтому у вас стоит выбор между Дейдалусом и МКБ. Ну и ВР-ка, тут объяснять ничего не нужно. Сильная привязка с отдельным контролем, вольта с миллионом атак спида, также у нее есть винран, что позволяет ей выживать в драках. Такая же ситуация, как и с Фойдом. Теперь поговорим за недостатки. Очевидно, что если наш персонаж сильно увеличивает физикал урон, тогда эмиссы будут сильнее работать. Поэтому важно анализировать драфт на уклонение и предсказывать, будет ли противник покупать бабочку или нет. Не универсальность. Тут тоже все просто. Этот айтем заходит на определенный пул персонажей, которые или имеют много выживаемости, как то Медуза или Гирокоптер, или имеют сильный контроль, как то Войт или Легионка с ВРкой. Остальные персонажи не могут себе позволить этот айтем, так как он слишком односторонний, и хоть он дает им много урона, но это слишком не универсальное качество для большинства персонажей в доте. Ну и последний пункт, это сложность покупки. Тут тоже все понятно. Даже на таких персонажах, как Медуза или Войт, айтем будет вкуплен не раньше, чем 4-5 слотом. Исключением может быть какой-нибудь Гирокоптер или Тинни, но на то они и исключения. МКБ. Теперь, парни, отвлечемся от просмотра видосика. Мне подсказали, что парни с Кэс Го Рана дают 30 баксов просто за регистрацию по промокоду Ран, который вводится в профиле. Также на Кэс Го Ран можно и бы получать шекелей, например, в режиме Краш. Правила игры очень простые. Берем скин, выбираем нужный нам кайф и ждем, пока Челик начнет свой марафон. Если он добежит до вашего кайфа, ты получаешь бабки. Кроме Краша, здесь еще есть много других интересных режимов, каждый из которых по-своему классный. Кстати, вывести в играш можно не только скинами с Дота или Кэс Го, но и реальными деньгами. Взлетай по ссылке в описании под роликом и используй промокод МАЗУР30 и получай приятный бонус. Удачи! Дает нам 40 урону, 40 скорости атаки. И пассивка. Каждая атака с вероятностью 80% может пройти сквозь уклонение и нанести 70 дополнительного магического урона. Шанс срабатывания 80%, урон 70. Отличие. Теперь про разницу между МКБ и Дейдалусом. Если Дейдалус дает неимоверные кристово физико урона, то МКБ дает всего понемногу. 40 урону, 40 скорости атаки и помимо всего прочего, МКБ обладает киллер фичей, а именно Тру Страйком, которые позволяют в большинстве случаев, если не перегнать Дейдалус по суммарному ДПСу, то как минимум не отставать. Чтобы не быть голословным, для этого мы проведем тест. Возьмем эту грушу и выдадим ей пару слотов. Первый тест будет с тремя платмейлами, другой с бабочкой и третий с алебардой. Еще один тест будет с ауарой Пайпа и Блатурном. Что по итогу мы получаем? Лучше всего против бабочки, кто бы мог подумать, справилась МКБ, выдавший 7к урона. Следующий айтем это Мьёльнир с 5500 урона. Самым слабым айтемом вышел, очевидно, Дейдалус. Тут почти набралось 5000 урона. Против платмейлом, очевидно, лучше всего показал себя Дейдалус, выдавший 8600 урона. Сразу же после этого идет МКБ, которая выдала 7660 урона. Дальше пошел Мьёльнир с отрывом от МКБ в 400 урона. Последний тест это Алебарда. Лучше всего против него показал себя МКБ. Дальше после МКБ идет Дейдалус, после Дейдалус идет Мьёльнир. Что по итогу мы получаем? Лучший ДПС айтем это МКБ. Тут ничего удивительного нет, ведь у него сильная пассивка, к тому же тут было 2 теста с уклонениями, где МКБ, очевидно, будет чувствовать себя лучше всего. Также сам таргет имел 30 броди, что не самый лучший вариант для Дейдалуса. Хуже всего показал себя Мьёльнир. И тут уже ничего удивительного, ведь помимо всего прочего, он является еще и фарм айтемом. К тому же я не юзал активку, и сам тролль имеет изобилие от экспида, из-за чего 70 скорость атаки наш персонаж так и не почувствовал. Теперь перейдем к другому тесту. Где противники додумались купить пайп, так еще мы будем бить по персонажу с Блаторном. Тут предсказуемая ситуация поменялась, и самым дамажным айтемом стал Дейдаус, ведь тут он бьет только физуроном. С супермаленьким отрывом идет МКБ, и самый слабый айтем это Мьёльнира. Подобьем итоги. Конечно же это все персонажи, которые имеют высокие показатели брони, и которые покупают или имеют встроенные миссы. Трэлблайт имеет очень много брони, из-за чего Парок МКБ по нему сильно бьет. Также он часто покупает себе Баттерфлей. Варка. Тут все ясно. Зависит от уклонений, и МКБ это чуть ли не единственная возможность бить по Варкини. Часто берет себе Керасу и имеет очень много брони, из-за чего МКБ лучше себя показывает против него. Тролль. Имеет много брони, есть уклонения в виде красных топоров. МК. Тоже не против Баттерфляя, и имеет много брони в арене. ПА. Ну за ПА ничего говорить, герою 80% миссов. Ну и конечно же Свен. Часто может купить себе Бабочку, с разобранного МОМа. И тут тоже понадобится Трустрайк. А если нет, он купит себе Керасу. Тогда очевидно, что без Трустрайка МКБ будет сильно по нему бить. Просто потому, что у героя очень много физикал защиты, а МКБ, как мы все знаем, бьет героя магией. Теперь маленькая фишка. Как мы все знаем, Темпларка герой, который очень сильно зависит от своего рефракшена. И очень часто вы можете подумать, что оу, посмотрите, у Мельнера есть кулдаун на прок молний, а у МКБ нет, и очень быстро сбивать и щиточек. Но есть маленькая проблемка. МКБ не скидывает первый спелл Темпларки, из-за чего молнии существенно лучше работают против нее. Войд часто нуждается в дополнительном уроне. И у него всегда стоит выбор между Дейдалусом и МКБ. Очевидно, что чем больше потенциальных или уже имеющихся мясового противника, тем эффективнее будет работать МКБ. Если их мало, то можно выйти в Дейдалус. Урса. Герой сильно зависит от своей пассивки. И часто против него будут покупаться как алебарды, так и бабочки. К тому же, кто не в курсе, пассивка не работает с Дейдалусом. Из-за чего выбор тут только один. МКБ. Верка. Просто хороший айтем, который дает море ДПС. Точно так же, как и с Войдом. Аркварден. Вносит кучу урона, и в связи с нерфом урона с руки, Аркварден может доносить полноценный урон только от прока Молнии или прока МКБ. Поэтому, это очень хороший айтем Арквардена. К тому же, сменилась мета, и он не играет нынче через магию. Выводы. И тут я начал бы пересказывать видео про Мьёльнер, которое уже есть на моем канале. Но суть этого видео в том, чтобы объяснить в деталях, зачем нужен тот или иной айтем. И самое главное, как правильно интегрировать его в айтем билд. Поэтому мы это все скипнем, и перейдем к самому важному. Молнии. Это в основном фарм айтем, который не так сильно импрубуется в грейде, как он может показаться. Следующий нюанс. Как мы все знаем, в нынче в мете куча аур, включая Блаторн, из-за чего эффективность молний в лайте падает. Но это еще не все. Самое важное изменение, это то, что нынче интеллект увеличивает мага резист, что тоже бьет по эффективности молний и МКБ. Но, как мы видим по тестам видео, Мьёльнер часто проигрывает по ДПС, Судейдалусы и МКБ. И это все потому, что эти айтемы не увеличивают ваш фарм потенциал, из-за чего их не скиллпоинты, не потраченные на фарм потенциал, а вложенные в файт потенциал. То есть, в доте любой айтем или герой подчиняется балансу, и у него есть общая масса скиллпоинтов. И если где-то прибавляется, то где-то убывает. Как в фоллауте. Ты не можешь быть и суперсильный, и суперумный, и супервезучий. Ведь тогда какой бы был бы интерес, играть в доту или в фоллаут. Поэтому в доте так устроен баланс. Если какой-то айтем, допустим, как Дейдалус, дает очень много урона, это значит, что все 10 скиллпоинтов потрачены на урон. И очевидно, что это будет сильнейший ДПС айтем, сразу после рапиры. Но из-за того, что скиллпоинты, ни в что больше не были вложены, кроме как в урон, этот айтем не универсальный, и нужно компенсировать недостатки этого айтема другими предметами. А когда они решены, очевидно, что Дейдалус будет сильнее, чем Йонер. Ведь в свою очередь, молнии собираются в начале и позволяют вам быстро фармить. И сюда было вложено примерно 5 скиллпоинтов из 10 возможных. Именно в эту функцию, в фарм составляющую. Поэтому некорректно сравнивать молнии с айтемами, которые не дают вам фарм потенциала. Ведь пока вы будете покупать себе МКБ или Дейдалус, то с молниями вы можете иметь на один слот больше. И причем, когда вы купите себе молнии, то вы будете уже боеспособны и не сильно просядете по урону. И мало того, даже против уклонений по ашке вы будете нормально себя чувствовать. Просто потому, что молнии пробуют аж 30% шансом, что позволит вам нормально редкликать и отсрочить покупку МКБ. Но так как молнии это ДПС и фарм айтем, очевидно, что за свою универсальность вы будете проседать в лайк потенциале. Ведь как я говорил ранее, если где-то приходят, то где-то уходят. И конечно же, по сравнению с сугубо ДПС лайт айтемами, Мьонер будет проигрывать. Зачем я вам это вообще рассказываю? И подумать головой, то мы можем прийти к одному очень важному выводу. Молнии можно не грядить. Если вы понимаете, что игра идет в лайт, если вам нужен будет трустрайк, или если вы понимаете, что вам нужно будет очень много урона, который сложно чем-то законтрить, например, простым пайпом, тогда вы делаете выбор в пользу МКБ или Далуса. То есть вы можете сделать так, как я в этих играх. Для примера, возьмем эту игру на тролле. Я вижу у себя рейнеры на лохимике, из-за чего принимаю решение купить себе молнии, чтобы успевать за темпом, ведь БФ это уж очень жадно. После чего я тут вижу, что тут есть Бара, который будет меня постоянно держать в контроле, даже сквозь БКБ. И тут есть Раптура, которая тоже будет мне мешать. Также я вижу у себя Кунку в команде, и вижу, что у противника мало мак урона, из-за чего решаю сильно отложить БКБ. И после Сии я выхожу с Скади, чтобы еще получить больше статов и немного урона, чтобы проще контролить Персов, и резать Хапериген от Виспа. После Скади покупаю сверху Сатаник, который хорошо синерегирует с Сией, и в конце концов я покупаю себе БКБ. И последнее, что бы я тут сделал, я бы продал молнии и заменил бы их на МКБ, потому что это более сильный лайт айтем. И кто может тут есть Алебарда, и Сикер начал покупать себе бабочку. Далее тут есть Бара и Гасты, из-за чего я продал бы сапог и вышел бы в нули фаер. Еще одна игра для разбора, это игра на Сигере. Я покупаю тут дефолтные молнии и БКБ, после чего не гряжу молнии в Мюллер и выхожу в Баттерфляй. Почему? Все просто, тут два керрия от Кликера, к тому же бабочка дает и урон, и уклонение, и А60 атак спида. Также тут нет МКБ. И чуть ли не самое важное, я не буду башиться от пассивки Баратрума, после чего я еще улучшаю свою физикаловыживаемость, я выхожу в Аганим и в Скади, после чего заменяю сапог на рефрешер. И по итогу и тут молнии я не заградил, просто потому что ситуация этого не требует. На эксплотаме я заменил бы молнии на МКБ, схавал бы Аганим и вышел бы в нулик, чтобы скидывать вот эти айтемы и способности. Короче, вот такое видео вышло, парни. Поделитесь этим видео с друзьями, покупайте тренировки, и если хотите поддержать канал, то можете просто написать пару комментариев под этим видео. Услышимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok